Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Алексей, я очень давно вас знаю, вы с 2015 года в компании. Хотелось бы услышать от вас, с чего все начиналось, вот вкратце историю. Когда я пришел в компанию в августе 2015 года, как раз компания переехала в бизнес-центр «Титан» на проспекте Дзержинского. Команда из пяти человек находилась в подвальном помещении данного бизнес-центра. Занимались изготовлением масштабных моделей транспортных средств, транспортных систем. В процессе развития Анатолий Эдуардович поставил задачу по расширению производственных мощностей, потому что надо было выходить на изготовление непосредственно транспортных средств в натуральную величину. И в первой половине 2016 года, точнее в первом квартале, мы нашли данную производственную площадку площадью примерно тысячу квадратных метров. За это время производство у нас разрослось. Сколько сейчас производственных площадей в плане зданий и какая их квадратура? Чуть больше 7 тысяч квадратных метров. Из них 4 тысячи – это производственные площади непосредственно под оборудование, цеха сборки. Алексей, насколько данное производство отвечает современным требованиям в принципе? Насколько это производство идет в ногу со временем, я бы так спросил? Мы стараемся оснастить производство оборудованием по последнему слову современной техники. Следим постоянно за мировыми новинками, посещаем различные выставки. Хотя сейчас при пандемии некоторые страны закрыты и выставки отменены, но стараемся следить и онлайн, и оффлайн за достижениями в области технологий и в области обрабатывающего оборудования. Какие работы могут выполняться и какие работы выполняются на базе данного производства? И как обстоят дела с потенциальной масштабируемостью в целом? Мы имеем компетенции оборудования в области сварки, резки металлов, раскроя лазерного. И оборудование у нас самое современное. Работают профессиональные сварщики, которые мы с большим трудом ищем не только в Минском регионе, но и привлекаем со всей Беларуси. Также у нас компетенции оборудования по металлообработке. У нас представлено 6 обрабатывающих центров. Один станок не имеет аналогов на территории Республики Беларусь. Компетенции в области изготовления пластиковых деталей, интерьер, экстерьер. В области электроники и электрики силовых компонентов мы сами изготавливаем. Электропривод, батареи, инверторы. Имеем оборудование, позволяющее испытывать данные системы. У нас есть уже 3 3D-принтера, на которых мы частично изготавливаем детали по экстерьеру и интерьеру салонов. Есть компетенции в области литья различных полимерных изделий. У нас очень развита кооперация с другими предприятиями Республики Беларусь и Российской Федерацией, которая позволяет закрывать те вопросы, которые у нас нет на собственном производстве. То есть первые заказы и проекты мы здесь в состоянии закрыть на этих площадях. Конечно, нам придется набрать людей на вторую и третью смену закрыть, но нам хватит компетенций для того, чтобы осуществить переход на серийное производство. Очень качественный материал и очень удобно сидеть здесь, комфортно. Я даже смотрю, насколько можно здесь регулировать эргономику сидений, очень приятно. Это транспортное средство было показано на выставке в Берлине на Инотрансе. Такое же транспортное средство без салона находится в Мариной горке. Оно движется по жесткой путевой структуре, загружено балластом, который позволяет имитировать полную нагрузку на транспортное средство. В таком режиме производится испытание. Действительно, современное производство, максимальный уровень компетенции и действительно идете в ногу со временем, скажем, чуть-чуть вперед в будущее. Какое программное обеспечение? Что используете? Мы переходим к бесчертежным технологиям, поэтому вся группа компаний и струнные технологии работает на платформе всемирно известной фирмы DOSO Systems 3D Experience и со всеми продуктами, которые она предлагает. Начиная от разработки конструкторской документации, технической документации, технологической документации и постановки продукции на производство. Это 3D-модель, которая позволяет в том числе и образмеривать, все размеры выводить. Можно вывести и чертеж в формате PDF, но всегда понятнее, когда у себя есть 3D-визуализация, и ты можешь до мелочей просмотреть, определить последовательность сборки узла. Здесь вот сейчас вы видите мотор-колеса, изготовление 2017 года. Транспортное средство 14-местный «Ленинбус-210-й» проводится испытание на полный износ. Соответственно, мы время от времени забираем его с эко-технопарка, разбираем практически до винтика ходовую часть. Конструктора с инженерами смотрят износ всех элементов, механизмов. Также вносят небольшие корректировки в конструкторскую документацию, где-то какие-то доработки. Мы воплощаем данные доработки в жизнь и, соответственно, собираем снова и вывозим в эко-технопарк для того, чтобы продолжить данные испытания. Транспортное средство Они должны работать долгие годы, безотказно. Одним из важных узлов в транспортных средствах является дверь и привод данной двери. На этом стенде имитируется несколько десятков тысяч циклов. После испытаний данный стенд разбирается, смотрится износ отдельных узлов, элементов узлов. После изучения данной информации конструктора, возможно, в некоторые узлы вносят какие-то доработки. Мы опять с этими доработками собираем и запускаем цикл испытаний повторно. Испытываем данные двери на отказ. А что дает возможность обеспечивать такой высокий уровень труда? Это поддержка наших учредителей и руководства, которые вкладываются в развитие как средствами, так и различными моральными, материальными благами. В том числе организация для сотрудников зон отдыха, зон спортивных каких-то развлечений. Также коллектив строится и на том, что помимо работы мы все можем хорошо отдохнуть и проводим определенные мероприятия, праздники. Люди держатся за эту работу и стремятся к реализации проекта. Алексей, спасибо вам огромное за то, что нашли время. И уделили нам внимание, рассказали нам об этом. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова